Дорогие братья и сестры, мы откроем с вами Евангелие от Луки. В самом начале служения мы читали с первого стиха, а будем читать теперь со стиха 13. Пожалуйста, откройте. Откройте, у кого есть Новый Завет, на странице 98. Вы знаете, у многих из нас нет никаких затруднений произнести приветствие «Христос воскрес!» И у многих из нас нет никаких причин, чтобы не ответить на это радостное приветствие «воистину воскрес!». Верить в воскресение Христа так прекрасно, так много благ сокрыто в этом чудном факте воскресения Христа. Ведь если вы верите, что Христос воскрес, что Он жив, значит, эта вера соединит вас с воскресшим Спасителем. Это значит, эта вера побудет вас обращаться к Нему в вашей нужде или в вашей радости. Эта вера принесет вам утешение, потому что вы знаете, что все люди смертные, все уходят с этой земли, но вы знаете, что вы не уйдете в небытие, вы знаете, вы уйдете ко Христу. Христос воскрес для оправдания нашего. Это тоже очень радует нас, потому что никто из нас, из верующих в Иисуса, не предстанет пред Ним в своей собственной праведности, в своих собственных достижениях. Каждый из детей Божьих будет облечен в праведность Христа. Вот почему Писание говорит, Иисус воскрес для оправдания нашего. И воскресение Христа придает неприходящее значение любым нашим свершениям. Помните, Христос говорил, когда делаешь пир, не старайся позвать тех, кто тебе отплатит. Таким же добром они потом тебя пригласят на свое день рождения. Нет, но когда ты делаешь пир, зови убогих, нищих, хромых, слепых, и будет очень хорошо, что эти люди тебе ничем не воздадут, потому что воздастся тебе воскресение праведных. Братья и сестры, разве это маленький праздник? Я думаю, в этом празднике сокрыты все наши сокровища духовные, вся наша надежда, вся наша радость. Но вы знаете, как бы незначительно были выгоды от воскресения Господа Иисуса Христа, к сожалению, далеко не все люди сегодня могут вот так просто, так легко, от чистого сердца сказать, Христос воскрес, воистину воскрес. Кто-то произносит эти слова, преодолевая внутреннее напряжение, а кто-то вообще не может их произнести. Вот апостол Павел однажды пришел в научный центр того времени, в город Афины, и проповедовал среди ученых. И вот мы читаем, услышав о воскресении мертвых, одни нас смехались, а другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. Вот видите, для этих образованных людей было невозможно даже помыслить, что кто-то воскрес из мертвых. Был еще такой великий ученый, историк Ринан, и вот что он писал, «Я говорю, чудес никогда не бывает. Уже одно допущение сверхъестественного ставит нас вне научной почвы». Видите, для него религией была наука. И вот все-таки он спрашивает, «Ну кто мог бы похитить тело Иисуса?» И ответ, «Этого мы никогда не будем знать за отсутствием каких бы то ни было документов». Этот человек полагал, что Христос должен нотариально заверить свое воскресение. Заметим, однако, что в этом играла, продолжает Ринан, видную роль сильная фантазия Марии Магдалины. Божественные силы любви благословены те моменты, в которые страстное чувство галлюцинирующей женщины, дало миру воскресшего Бога. Вот, оказывается, чем вызвана вера в Бога, вера в воскресение Иисуса Христа, галлюцинациями Марии Магдалины. Какой же она сильный психиатр была, что вот так вот внушила апостолам, и они ей поверили. Хотя Писание говорит совершенно обратное, мы прочли утром, что когда Мария Магдалина рассказала ученикам, что Христос воскрес, ей не поверили ученики. Юрий Сергеевич Грачев знал одного очень симпатичного, приятного, благородного, честного старца, последователя учения Льва Николаевича Толстого, который в ответ на приветствие «Христос воскрес!» отвечал «Да будет так!» Дорогие братья и сестры, не все могут радостно, с уверенностью сказать «Иисус воскрес!» И вы знаете, вот к этим многим принадлежали некогда и два ученика Иисуса Христа, о которых мы с вами читаем Евангелие от Луки 13 стиха, 24 глава у вас открыта. «В тот же день двое из них шли в селение от стоящей стадии на шестьдесят от Иерусалима, называемое Имаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и пришедшие сказывали, что они видели и явления ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И вставши в тот же час возвратились в Иерусалим, и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Дорогие братья и сестры, это евангельское повествование говорит нам о Христе душепопечители. Как Христос относится к людям, чьи сердца надломлены разными обстоятельствами, какой-то скорбью или даже неверием. И мы рассмотрим удивительные свойства Христа душепопечителя. Во-первых, мы видим из этой истории, что Христос близок к надломленным людям. Вот эти два ученика, разочарованные всеми событиями, уходят из привычного и родного для них общения. Вы знаете, насколько сложно покидать своих друзей, с которыми вы провели несколько лет. И если уж такой разрыв наступает, значит, должна быть очень какая-то основательная и серьезная причина. Люди, разочарованные в Боге, просто не могут смотреть на верующих людей. Люди, надломленные душою, они хотят уйти из вот этого круга, где они когда-то были, потому что там они пережили в этом круге сильнейшее душевное потрясение. И любопытная деталь. Эти два ученика уходят, ну так можно сказать, они уходят из церкви и, кажется, Христос должен с печалью посмотреть им во след. Ну что ж, вы решили уйти. Идите, это ваш выбор. Но Христос шел с теми, кто фактически уходил от Него. Это удивительное качество Христа, души попечителя. Он смотрит гораздо выше, чем обыкновенный человек. Он знает, что этим людям сейчас крайне нужно Его присутствие. Иначе говоря, Христос не оставляет тех, кто в Нем разочаровался. Мы иногда представляем себе обидчивого Бога, обидчивого Христа. Ах, я согрешил, теперь Он от меня отвернулся, теперь Он от меня отдалился, теперь Он не хочет слышать моих молитв, теперь Он не захочет простить моего греха, Он не захочет применять моего покаяния. Я такой скверный для Него и нечестивый. Ну да, все, что говорит человек, правда, за исключением одного. Вот как раз от таких Христос не удаляется. Он видит, прежде всего, их греховность, как болезнь. И эти люди нуждаются не в осуждении, а нуждаются в помощи. И в этом смысле Иисус удивительно похож на своего небесного Отца. Послушайте, небесный Отец не страдает обидчивостью. Вот что говорит пророк Исаия, он передает слава Бога. «Всякий день, говорит Бог, простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожгает фимиам на черепках». Вы видите, какая ужасная характеристика этих людей. Народ непокорный, недобрый, который занимается долопоклонством, и что делает Бог? Отворачивается от них Бог? Нет, Бог говорит, «Всякий день я простирал руки мои к народу непокорному». Всякий день! Какое удивительное терпение Бога! Бог не уходит, не спешит бросить тех, кто от него отвернулся. И еще книги Неемия читаем мы, «И хотя они сделали себе литого тельца, и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и делали великие оскорбления». Итак, что сделал народ? Народ отрехся от Бога. Сделав тельца, он сказал, вот наш Бог. Представьте себе, что должен был почувствовать Бог. Он должен чувствовать оскорбленность. И он, как святой и праведный, должен в гневе своем истребить этих идолопоклонников. Но что говорит пророк? Но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути. И столб огненной ночи, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И далее в 30 стихе этой главы, «Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки наземных народов». Дорогие друзья, таков характер нашего Бога. Он не оставляет людей, надломленных душой, опечальных, встревоженных, разочарованных, впавших в неверие. Он говорил о себе, что он тросты надломленный не переломит и льна курящегося не угасит. Целью Христа является восстановление людей, но не их наказание в первую очередь. И Христос всегда поощряет нас к покаянию, всегда поощряет к радости и надежде, всегда поощряет нас, чтобы мы не боялись прийти к Нему, чтобы мы не боялись вручить нашу поломанную судьбу Ему. Это характер Христа душ попечителя. Второй, я вижу, Христос приглашает надломленных людей к искреннему разговору. Он сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою и отчего вы печальны. Христос знает, что удрученному человеку нужно выговориться. И пока он все это не зальет из своего сердца, он просто будет не способен воспринимать какие-то наставления, обличения, утешения. Как тонко понимает Христос нашу слабую, испорченную природу. Посмотрите, в этом приглашении к разговору у Иисуса нет никакого давления. Он не говорит, как следователя, а ну-ка признавайтесь, что у вас там в головах. Нет. Он просто задает вопрос. Могли бы ли вы поделиться, о чем вы говорите, почему вы печальны, как Христос осторожно работает с человеком. И посмотрите, вот ученики, они чувствовали себя совершенно естественно здесь. Они даже могли позволить себе вот такую дерзость укорить Иисуса Христа. Но они его приняли тогда за странника, и вот они ему говорят, неужели ты один из тех, кто ничего не знаешь? Мол, вот какой невежда, знаете, когда Христос приглашает нас, Он приглашает нас, чтобы мы выразили Ему наши чувства. Иногда мы вот чем озабочены, а вдруг мы что-то неправильное скажем Господу, а вдруг мы неполноценно покаемся, а вдруг мы как-то вот не так предстанем перед людьми. Бросьте все эти ваши заботы. Христос знает вас лучше, чем вы сами себя. И хотя действительно вы можете покаяться не так, как нужно, и хотя может быть действительно вам неудобно как-то себя поставить перед людьми, что вот и вы нуждаетесь во Христе, но знаете, Христос смотрит выше, чем вы привыкли смотреть на себя. Он все равно призывает, откройте мне то, что вы чувствуете, ничего не придумываете. Если у вас гнев в сердце, скажите мне об этом. Если у вас сомнения в сердце, принесите их мне. Если у вас недоумение, скажите мне о них. Христос выступает в роли душепопечителя, а принцип душепечительства следующий. Тот, кто приходит на душепопечение, должен рассказать все, что он желает нужным. Ученики не прятали своих чувств, и мы уже прочитали с вами, что они рассказали Иисусу Христу. И я удивляюсь, братья и сестры, каково терпение нашего Господа Иисуса Христа душепечителя. Он их не перебивает. Он слушает все, что они говорят, хотя в этом разговоре они высказывают свое разочарование во Христе. мы думали, что Он тот, кто избавит Израиля. Иначе говоря, если бы я передал своими словами, они говорили Иисусу, мы-то в Него верили как в Бога, как в Сына Божия, а Он оказался только пророком. Он нам такие картины нарисовал нашего будущего, что ради этого мы оставили наши домы, мы оставили наши сокровища, работу нашу оставили, мы пошли за Ним. И вдруг Он нас подвел, мы всего лишились. Ай-яй-яй, вот этого мы от Него не ожидали. И вот Христос это должен слушать, как они Его обвиняют в своих проблемах. Из-за своего неверия они оказались в этой тьме, а всю вину они сваливают, конечно, на Бога. Если бы я был на месте Христа, ой, я бы им врезал в этот момент. Ну, не физически, конечно. Я бы сказал, вы на кого рот открываете, а? Вы в этом виноваты, и вы теперь... Но посмотрите, с точки зрения Христа ученики были явно неправы, однако Он не цикнул на них, Он не закрыл им рот, Он терпеливо ждал, когда они выговорятся. Дорогие друзья, какой образец терпения? Христос деликатно обходится с человеком и готов выслушать наши бессвязные и иногда безумные речи. Ты должен знать следующее. Пока ты жив, ты не отвергнут. Пока ты жив, ты можешь говорить с Богом, и Он рядом с тобой. Это хороший пример для тех, кому приходится выслушивать несправедливые упреки со стороны ближних. Вы знаете, никогда не обрывайте человека. Выслушайте его, пусть он скажет все, что думает. А потом поступите как Христос. А что сделал Христос? Он очень мягко обличил грехи надломленных людей. Тогда Он сказал им, о, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророк. Господь смотрел в корень, и Он увидел их три главных греха. Во-первых, Он обличает их неразумие, несмысленность, то есть неспособность размышлять. Дело в том, что ученики зациклились на своем. Вот в их представлении Христос должен поступить вот так и так, установить свое царство, римлян изгнать, ну, не только из пределов Палестины, но желательно вообще земли, чтобы они там в аду немножко попарились, а вот для Израиля Он должен создать чудесные условия земного благополучия. Вот эта неверная идея у них жила в голове, она была доминантной идеей. Братья и сестры, и Господь сказал, что причина депрессии, причина угнетений, причина разочарований в первую очередь лежит не в области человеческих эмоций, но в области человеческого мышления. Каковы мысли человека, говорит Писание, таков и человек сам. Братья и сестры, и Господь поэтому начинает с исправления мышления, с исправления неверных психологических установок своих учеников. Видите, вот этот вирус попал в их компьютер сюда в голову и начинал и поломал все вот эти программы веры. Мы должны быть озабочены вот чем, дорогие друзья, чтобы наше мышление было мышлением, которое оправдано Словом Божьим в соответствии с целым священным Писанием. Да, в Писании было сказано о том, что Христос должен установить свое царство. Но это же Писание говорило о том, что Христос до того должен пострадать. Вот как раз эту часть Писания ученики не хотели усваивать, ведь каждый из нас слышит то, что он хочет слышать. И вот ученики, они хотели слышать только о славе, но не о пути страданий, только о будущем царстве, но не о кресте Голговском. И отсюда все их проблемы. Дорогие друзья, наше мышление должно быть полноценным, направленным Библией мышлением. И также Христос обличал их медлительность, медлительность в доверии свидетельству, которое им принесли их друзья. Ну да, женщинам вроде верить на Востоке мужчины отказывались. Это самое последнее дело поверить женщине. Ну ладно. Конечно, в этом они были неправы. Ну ладно, вот теперь Петр с Иоанном приходят. Когда Мария сказала, что Иисуса нет, и Он воскрес, конечно, все не поверили, и Петр с Иоанном тоже не поверили, но они решили все-таки сами убедиться. Женщины ничего не напутали, может, они в другую могилу заглянули. И вот тогда они бегут в эту гробницу, зашли и увидели пелены лежащие, плата отдельно, и было такое впечатление, что тело Христа испарилось оттуда, потому что все это не было развернуто. И вот мужчины уверовали в это. Вот в это свидетельство они уверовали и вернувшись назад стали убеждать своих братьев, ну ведь Христос воскрес. Ну точно, если бы его украли, его украли бы вместе с пеленами. Они-то на месте, ничто не тронуто, братья, Христос воскрес. Но вот эти двое не поверили Петру и Иоанну. Галлюцинации. И вот Господь их упрекает в этой медлительности, в этой зацикленности на своей скорби, на своем горе, на своем разочаровании. И Он их обличил в неверии, что они не верили всему Писанию. Дорогие друзья, какой стыд должны были почувствовать вот эти братья Клеопа и некоторые говорят, что это был Лука, когда Господь вот так мягко обличал их в грехах. Подумайте, конечно, мы не должны себе представить, что у этих учеников было всего три греха в жизни. Нет. Но Господь обращает внимание на запинающие грехи, на такие грехи, которые нам сейчас мешают в продвижении благодати Божией, к радости воскресения. И Он указал на эти грехи. И четвертое, Христос возвращает надломленных в вере к авторитету Священного Писания. Он говорит, не так ли надлежит пострадать Христу и войти в славу свою. Иначе от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Братья и сестры, Господь разворачивает учеников от сосредоточенности на себе, разворачивает их и ставит лицом ко всему Священному Писанию. Он им говорит, а что Писание говорит о вашей проблеме. Господь этим самым подчеркивает абсолютную авторитетность и достаточность Писания. Однажды к одному брату цыганка подошла, говорит, можно я тебе судьбу твою предскажу? А он говорит, и я тебе хочу твою судьбу предсказать. Она говорит, откуда ты знаешь мою судьбу? А он говорит, а вот в Библии написано, участь гадалок в озере Огненом, это твоя судьба, Библия не ошибается. Дорогие друзья, действительно, Священное Писание указывает нам разрешение всех проблем. Она указывает нам с определенностью, где мы будем проводить вечность. Если вы покаялись, если вы приняли Христа как личного спасителя, то Библия говорит вам, что вы будете иметь вечную жизнь. Если вы отвергаете Иисуса Христа и его спасение раз за разом, то Библия говорит, что ваше сердце будет разточаться все больше, больше и больше придет такой момент, когда Господь уже не будет звать вас к покаянию. Библия ясно предсказывает нашу судьбу. И посмотрите, Христос напомнил им все мессианские тексты о нем. и то, что он должен родиться от семени жены Батие 3.15 и о месте рождения в Михее 5.2 в Вифлееме и о непорочном зачатии Исаии 7.14 и об Иане, который будет проповедовать предъявлением Христа Малахии 3.1 и о начале служения в Галилее Исаии 9.1.2 о мессии законодателя второзаконии 18.15 о его отвержении о триумфальном входе в Иерусалим о цене предательства о земле горшечника о молчании Иисуса перед истязателями об избиении о ненависти к Иисусу о страдании его вместо других о распяти среди злодеев о пронзении рук и ног о насмешках и издевательствах о желчии и уксусе которые дадут распятому о молитве Христа за врагов о пронзении бока о жребии о бросании жребия об одежде Мессии что кости его не будут перебиты что он будет погребен у богатого что он воскреснет вот этот весь реестр священных текстов Ветхого Завета был Христом представлен пред глазами учеников и объяснен Братья и сестры мы должны видеть в Ветхом Завете Иисуса Христа и его голговские страдания потому что в этом смысл прихода его на землю и вот для учеников это открылось Братья и сестры нам иногда кажется что Христос нерационально тратит свое время ну зачем ему длинный путь восстановления веры через священное писание ведь есть же более короткий путь ну показал он себя вот мои руки пронзенные вот мои ноги видите что это я в мире говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать но в библейском богословии по другому лучше один раз услышать чем сто раз увидеть вера отслышания и знаете если только мы пренебрегаем писанием наша вера уклонится в ритуализм вот как допустим эти женщины мы читали они не верили в воскресение Иисуса Христа и вот они приготовили ароматы они шли с печальными может быть песнями как гробу Иисуса Христа и вся их духовная жизнь была сосредоточена теперь вокруг вот этих обрядностей хождение помазание вы знаете если мы пренебрегаем писанием тогда мы скатимся к неверию как это было вот с этими двумя учениками то есть каждый совратится на свою дорогу они отрицали свидетельство женщин свидетельство своих собратьев или мы можем скатиться в мистицизм сегодня этого тоже очень много когда людям недостаточно писания они ищут священных огней ярусалим едут чтобы получить этот священный огонь им очень важная история где-то вот образ заплакал где-то еще вот какой-то святой источник и вот они идут не за Христом а идут вот вслед за человеческими преданиями вы знаете все религии они замешаны на это посмотрите на индусскую религию там есть священные обряды люди входят в реку Ганг некоторые говорят даже исцеляются там возьмите буддистов у них тоже есть свои места поклонения возьмите мусульман и они приходят к этому священному камню в Мекке миллиона людей во много раз больше чем христиан приходят на Пасху в Иерусалим дорогие друзья и везде вот эти человеческие религии они они связаны не с общением с воскресшим Христом но не связаны с какими-то действами с какими-то ритуалами это происходит только в одном случае когда Писание ушло куда-то в сторону мы были на интересном очень собеседовании в семинаре здесь у православных и вот нас там спрашивали а где в Новом Завете написано повеление напиши это в Ветхом Завете есть напиши а в Новом Завете вы не найдете повеление напиши и поэтому раз нет этого повеления напиши нам необходимо руководствоваться не Писанием только но и тем как благодать Божия ведет человека одного благодать Божия побуждает иконы рисовать другого благодать Божия побуждает песни писать гимны писать другого благодать побуждает Евангелие написать и то и другое и третье все является нормальным то есть понимаете Писание уравнялись человеческим творчеством и там где это происходит там обязательно будет какое-то уклонение от истины Христос возвращал учеников к авторитету священного Писания братья и сестры если у нас нет Писания нам больше нечем проверить истинные утверждения кого-то или не истинные истинен ли опыт кого-то или не истинен мы тогда должны верить всему и принимать все на свете Христос разделяет общение с надломленными верой они приблизились к селению и Господь показывал вид что он хочет уйти дальше но они его удерживают просят останься с нами и посмотрите Христос не ушел демонстративно от них вот он их обличил точно так же как вот мы бы сделали да вот мы человеку бросим какое-то издевительное слово и потом раз показываем ему спину но мы оставаясь вот с этой нашей стрелой пусть она в тебе побудет пусть эта рана в тебе поболит чтобы ты узнал как мне было больно Господь не манипулирует никогда людьми мы видим что он желает чтобы люди скорее справились продолжили путь радуясь он сам молился чтобы в его учениках царила совершенно радость поэтому он остается с ними и участвует вот в ужине которые в этом доме им приготовили дорогие братья и сестры цели Иисуса Христа чтобы ты и я имели с ним общение помните он сам взывает к церкви я стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и откроет дверь я войду к нему и я буду вечерять с ним а он со мною подумайте Христос готов иметь общение со всяким кто открывает дверь сердцу для него кто его приглашает если этого сделаете сегодня серьезно и искренне настолько насколько вы можете поверьте Господь никогда не пренебрежет вами как он не пренебрег этими своими учениками он увидел что у них на сердце посветлело что их настроение сменилось и самому Христу приятно что он мог помочь этим людям что сменил их печаль на радость дорогие друзья знаете что когда вы открываете дверь своей жизни для Иисуса Христа вы доставляете Христу великую радость ведь он человеколюбивый Бог ведь именно за вас он умирал на Голгофском кресте разве вы ему чужие разве ему все равно что творится в вашей душе разве он желает видеть слезы на ваших глазах нет разве он желает чтобы вы были печальны нет его желание принести радость господь разделяет общение с надломленными верой а мне пришлось читать воспоминания Георгия Петровича Винца в 74 году за слово Божие он сидел в киевской тюрьме и вот субботу вечером он лежал на верхней койке и не мог долго уснуть завтра пасха думал этот брат праздник воскресения нашего Господа Иисуса Христа везде будут петь радостный праздник радостные слова Христос воскрес воистину воскрес люди будут поздравлять друг друга и он пишет а я один в тюрьме и таким я почувствовал себя одиноким сколько я так пролежал размышляя не знаю наконец задремал и вдруг сквозь сон слышу пение Христос воскрес из мертвых поют молодые голоса много большой хор пение нарастает молодые голоса крепнут первая мысль что это в тюрьме не могут петь это ангелы поют и как хорошо Господи слава тебе я почувствовал что я как бы взят от земли уже нет тюрьмы нет страданий Христос воскрес радость необыкновенная наполнила сердце а пение все усиливалось усиливалось Христос воскрес из мертвых смертью смерть попрал пение становилось громче и громче да я взят из тюрьмы скоро увижу Иисуса еще несколько мгновений я буду с Христом радость и все это сквозь сон мне так легко и хорошо Иисус мой Иисус но вот раздались крики со всех сторон в стены нашей камеры камеры стали стучать в соседних камер слушайте слушайте кричали заключенные и в моей камере я открыл глаза и сел на кровати недоумевая пасхальное пение мощной волной обрывалось через открытую форточку тюремного окна но кто это поет вся тюрьма встрепенулась и слушала в тюрьме пасхальное пение невероятно но вот залаяли стражевые собаки снаружи шум крики охраны и пение прекратилось оказывается это молодежь пришла к стенам тюрьмы узнали что там сидит страдалец за веру и решили его поздравить с пасхой дорогие друзья но на самом деле на самом деле это христос пришел к страдающему человеку это христос его утешил и успокоил его больших страданиях да это это свойство христа он желает иметь общение с каждым человеком с тобой желает иметь общение и посмотрите он наконец поощряет надломленных людей жить верой у них открылись глаза они узнали Иисуса но он стал невидим от них кажется вот наступил самый пик общения они узнали Иисуса Христа вот сколько вопросов они ему хотели еще бы задать как бы они хотели насладиться этим общением но Христос словно испарился из этой горницы а так а так хотелось бы так хотелось бы с ним лично еще говорить вы знаете Господь этим самым подчеркнул что сейчас совершенно другая эпоха наступила эпоха хождения верой в послании Коринфянам во второй главе пятом стихе сказано с 15 по 17 а Христос за всех умер чтобы живущие уже не для себя жили но для умершего за них и воскресшего потому отныне мы никого не знаем по плоти если же и знали Христа по плоти то ныне уже не знаем и так кто во Христе тот новая тварь древняя прошла теперь все новое вы видите Павел подчеркнул если раньше мы знали Христа по плоти могли его потрогать могли посмотреть ему в глаза могли как-то осязать его то теперь это время ушло и далее в пятой главе но в четвертом и девятом стихах этого послания сказано ибо мы ходим верой а не видением мы ходим верой а не видением дорогие мы живем истиной мы доверяем свидетельству Евангелия что Христос воскрес из мертвых и мы с вами через молитву общаемся с воскресшим спасителем когда молимся мы мы говорим ему о наших нуждах и радостях когда мы читаем слово он говорит нам вот так мы общаемся с живым спасителем и конечно спаситель волен выбрать и другие средства чтобы открыть свою благодать вот как свидетельствовал брат Андрей во сне Господь к нему проговорил иди в эту церковь и увидел он и лицо этого брата и эту церковь в которой он один раз побыл и больше не хотел у Господа есть свои планы относительно каждого из нас но все-таки поверьте вот нормы эти явления быть не должны скорее всего это милостивое исключение Бога но Божья норма а Бог хочет чтобы мы были все-таки нормальными христианами заключается в следующем есть свидетельство Евангелия свидетельство Писания этому свидетельству мы верим и доверяя Писанию мы доверяем Богу когда мы доверяем Богу Он начинает работать над нами когда Бог начнет работать над нами это не будет скрыто от нас мы это увидим дорогие друзья мы выслушали это Слово Божие о характере Иисуса Христа и хотя прошло две тысячи лет с того момента поверьте характера Иисуса Христа ни на иоту не изменился в худшую сторону Он такой же сегодня внимательный любящий добрый к вам и Он сегодня желает войти в вашу жизнь изменить ее Он хочет чтобы сегодня все печали и страхи которых немало у каждого человека уступили место Ему чтобы Он занял место Владыке в вашем сердце и чтобы вы доверяясь Христу жили дальше по Его Слову молясь Ему общаясь с Его народом как это было с Его учениками они тут же вернулись снова в свою церковь вот чтобы так это произошло с вами если кто-то из вас сегодня желал бы вручить свою жизнь Христу помолиться покаяться пожалуйста вы можете можете последовать призыву Святого Духа поверьте вы вы выходите не перед людьми конечно мы будем безмерно рады если вы примите решение принятие Иисуса Христа в свою жизнь примите решение стать христианами это очень важно будет для нас но поверьте это важнее для Бога потому что когда мы открыто исповедуем нашу нужду в нем исполняются слова Писания и кто исповедует меня перед людьми того и я исповедую пред Отцом моим небесным если вы желаете исповедовать вашу нужду во Христе обрести прощение вы можете пройти сюда и братья служители помолятся с вами они смогут помолиться мы будем также за вас молиться но мы очень хотели бы чтобы этот день Святой Пасхи стал для вас праздником всех праздников чтобы вы знали что именно на Пасху вы духовно родились и поверьте Христос с радостью и с большим желанием ждет вашего решительного шага и когда будет церковь молиться мы призываем всех кого сегодня Господь побуждает стать учениками Иисуса Христа присоединиться к Его народу совершив молитву посвящения здесь да благослови всех нас Господь Аминь будем молиться Господь перед тобой смиренно преклоняемся мы нашими сердцами и благодарим Тебя за то что Ты воскрес из мертвых за то что Ты Господь обладаешь всеми совершенствами божественного характера благодарим Тебя за Твою любовь за Твое терпение за Твою готовность помочь человеку смягчи сердца наша Господь чтобы каждый кто еще не примирен с Тобою мог сегодня принять это решение и не ушел бы из Дома Божьего не примирившись с Тобою не вручив Тебе своей жизни ведь только Ты можешь сберечь это великое достояние нашу жизнь мы сами не сохраним ее Господь мы погубим если мы ее не вручим Тебе Господь Ты сказал что всякий кто Тебя отвергает Он отвергает вечную жизнь избирает себе погибель но Господи сегодня помоги каждому из нас избрать Тебя избрать простой детской верой сказать Тебе Господь Иисус Ты нужен мне помилуй прости и очисти меня Господи мы просим Тебя чтобы такую молитву могли совершить люди чтобы Ты побудил их к этому важному шагу Аминь 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 Аминь